6 спасений подряд нашей умницы вратаря Анастасии Рябцевой стали главным подарком вечера от гандбольной сборной. 6 сейвов в финале встречи, которые обезоружили грозную команду Германии. Надо было выходить и помогать, потому что до критической отметки дошел счет. Поэтому надо было помогать. Я чувствовала эйфорию, получалось и надо было до конца доигрывать. В этом полуфинале молодежного чемпионата мира все могло сложиться иначе. Расчетливо, терпеливо немки подбирались к нашим девчонкам. Неумолимо сокращали разницу в счете во второй половине. Но россиянки не сдали позиций. Перетерпели пятером. Спас вратарь. И в нападении девушки сделали то, что умеют лучше всего. Один из самых ярких бросков матча. Ложный замах и выстрел в дальний угол в исполнении Ярослава Фроловой. Зрителям Ганбол ТВ можно наслаждаться бросками лидеров сборной России в режиме слоу-моушен. 32-25. Скоробогатченко и Фролова отметили шестью мячами. Кстати, Тоня, как всегда, самокритична к себе. У Голиковой пять мячей. Сабирова и Беликова забросили по четыре. Гениальная статистика у Анастасии Рябцевой. 15 отбитых бросков из 25. Вот что такое концентрация. Успела порадоваться за девушек выдающейся линейной сборной России, двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Людмила Бодниева. Она отметила Волгоградскую школу Ганбола, которой мы многим обязаны в целом и прямо сейчас особенно. Девять игроков молодежной сборной были воспитаны там. А в Волгоград, я так в кавычках скажу, жаловаться не приходится, потому что сколько бы людей не ушло, школа поставляет столько народу, сколько надо. И именно та молодежь, которая в этом году играла, они, конечно, получили тот неоценимый опыт в борьбе со взрослыми, взрослой лиги, которая здесь им, я более чем уверена, им пригождается. Финал «Россия-Дания» состоится 15 июля. Времени на отдых нет. Поддержать молодежку приедет Олимпийская сборная России по ганболу во главе с Евгением Трифиловым. Приходите и вы. Нам нужна еще одна победа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова